В занятиях математикой важно создать атмосферу. Должно быть сразу интересно, должно быть захватывающе. Математика – это здорово, но трудно. А хочется, чтобы ребенок знал, чтобы ребенок понимал. Много всяких идей, и вот я со своим сыном уже прокопал очень много тем, то есть, например, там те же самые числовые ряды или та же самая модульная арифметика – прекрасная тема, это такое математическое фэнтези. Давайте теперь займемся такой интересной, необычной темой, как порядковые натуральные числа. Дело в том, что, когда мы начинаем заниматься с маленьким ребенком счетом, подсчетом каких-то количеств, то, собственно, мы занимаемся количествами. То есть, у нас есть определенное врожденное ощущение количества. И вот на это врожденное ощущение количества мы опираемся, когда мы передаем ребенку какие-то базовые сведения о способах подсчета. То есть, когда мы учим складывать какие-то простые числа, учим каким-то базовым арифметическим действием, мы всегда опираемся на представление о количестве, о чем-то таком основополагающем. На самом деле представление о количестве – это не единственная характеристика числа. И, как вы наверняка знаете, числа могут передавать порядок, означать порядок. То есть, порядковые числа, порядковый натуральный ряд. И числа, означающие порядок, не несут никакого количественного содержания. То есть, это не количество. Если вы, например, нумеруете комнаты в гостинице, в какой-нибудь, да, то номер комнаты никак вам не может сказать, не дает никакой информации о количестве, каком-то количестве. Это всего лишь порядок в каком-то ряду комнат, да, например. Давайте рассмотрим какой-нибудь порядковый ряд. Ну, как мы уже говорили о десятичных числах, для обозначения количества единиц в разряде мы используем так называемый алфавит, такой специальный числовой алфавит. То есть, цифры от нуля до девяти. Это алфавит, который давно придуман для того, чтобы обозначать вот количество единиц в одном разряде десятичного числа. Но так как у нас нет никакого количества, мы, собственно, можем взять любой другой алфавит. Важно лишь договориться о порядке, порядке следования вот этих букв в алфавите. Ну и, собственно, недолго думая, давайте возьмем латинский алфавит. Латинский алфавит используется в математике и в любом случае не лишним будет его повторить. Я думаю, что ваши дети уже начали изучать иностранный язык. У нас всегда принято в начале изучения иностранного языка, скажем, английского, принято изучать алфавит. Я раньше никогда не понимал, зачем это нужно. Дети вроде бы ничего не говорят, ничего не понимают на этом языке, а алфавит уже учат. Но вот я потом понял, что, видимо, это делается из солидарности с учителями математики, потому что в математике алфавит латинского языка нужен сначала, а английский алфавит – это тот же латинский алфавит. Так вот, мы его знаем, да? Давайте напишем. Вот я написал первые семь букв латинского или английского алфавита. Дальше, естественно, этот алфавит продолжается. Нам хватит вот этих вот семи букв для того, чтобы, так сказать, проследить определенные закономерности взаимодействия порядковых чисел. В данном случае это числа. То есть это не буквы, это числа. И сразу я хочу поставить задачу. Давайте посчитаем, чему равняется c плюс d. Вот как это посчитать? Чему равняется сумма этих двух чисел? c плюс d. Как это делать? Непонятно. Ну, давайте разработаем какие-то подходы к работе с такими порядковыми числами, и, может быть, что-то прояснится. Прежде всего, давайте возьмем какую-нибудь букву из этого алфавита, ну, которая стоит после вот этих букв. Например, букву N. Да? И назовем, введем такое обозначение. Следующая за буквой буква в этом алфавите будет называться N со штрихом. Вот смысл этого штриха заключается только в том, что вот такое, как бы, образование, такой значок стоит после буквы N. То есть, если вдруг мы забыли, как называется буква, стоящая после буквы N в алфавите, да, мы можем назвать ее N штрих. Вот, собственно, смысл штриха. Такое вот обозначение. Давайте теперь посмотрим на свойства. Свойства этого числового порядкового ряда, да. Вот представим себе, что мы как-то закрыли, да, вот несколько букв, и нам видны только первые четыре буквы. Тем не менее, мы точно знаем, что после буквы D будет стоять буква E, хотя мы ее не видим, да. Мы точно знаем, что после D стоит буква E. Открываем, действительно, стоит. То есть, тем самым мы видим однозначность следования одной буквы за другой. Если мы в другую сторону проделаем такую же операцию, то есть, закроем первые три буквы, и видим только D, E, F, G. Мы все равно знаем, что перед буквой D стоит буква C, да. Открываем, действительно, стоит буква C. Ну и вот все это признаки вот этой вот однозначности в распределении букв. То есть, у каждой буквы свое определенное место, и оно не может быть изменено. И в этом, собственно, основная характеристика этого числового ряда. И вот это вот соответствие между N и N штрих тоже однозначно, да. То есть, за какой-то буквой следует только какая-то одна определенная буква. Если мы вдруг забыли, как она называется, мы называем ее N штрих. А, соответственно, перед N со штрихом стоит N без штриха. Давайте как-то введем, так сказать, операцию сложения. То есть, поймем, что такое сложение таких чисел. То есть, для того, чтобы решить наш пример, нам нужно разобраться с тем, что такое сложение для таких чисел. Давайте как бы интуитивно введем представление о сложении, и тогда мы сможем решить этот пример. Я предлагаю воспользоваться, опять-таки, другими буквами из этого алфавита. Но вот есть буква X. Давайте называть X плюс 1, X со штрихом. Под единицей я понимаю первую, первую букву алфавита. То есть, другими словами, вот эта надпись означает переход к следующей букве. Как мы знаем, что буква со штрихом стоит после буквы без штриха, соответственно, прибавление какой-то единичной буквы или цифры, или числа означает сдвиг на один шаг, то есть на одну позицию в этом ряду. У нас первая буква – это буква А, то есть наше первое число – это буква А. И перед этим числом ничего нет, это тоже свойство этого ряда. То есть, ряд с чего-то начинается. Вот однозначность распределения букв или чисел в этом ряду также характеризуется тем, что у этого ряда есть начало. В данном случае это буква А, или число А. То есть, поэтому мы можем сказать, что число А выполняет функцию единицы. То есть, вот это то же самое, что написать Х плюс А равняется Х со штрихом. То есть, еще раз повторяю, что под А мы поднимаем единицу, потому что это первое число в ряду. И вторая часть определения сложения – это если мы к Х прибавляем какую-то другую букву со штрихом, то это все равно, что написать вот так вот. То есть, прибавляем к Х букву со штрихом – это все равно, что мы рассматриваем сумму этих букв без штриха, и ко всей сумме потом добавляем штрих. Вот, собственно, определение сложения. Вот так мы будем понимать сложение. То есть, мы понимаем сложение как сдвиг. Вот. А продолжая рассматривать вот это определение по этой части, мы можем рассматривать вот эту скобку тоже как некую букву целиком. Соответственно, буква со штрихом – это все равно, что буква без штриха плюс единичное число. То есть, это все равно, что Х плюс Игрек плюс А. Да, вот поэтому. Мы просто в обратную сторону прочитали вот это определение. То есть, здесь у нас вот эта вот буква со штрихом, то есть, вся скобка мной рассматривается как буква со штрихом какая-то. Да, это все равно, что буква без штриха плюс единичное число, плюс единичный шаг. Так. Вот. Ну и, собственно, у нас теперь все есть для того, чтобы решить этот пример. Давайте распишем, что такое С. С, естественно, по нашему определению, это Б штрих. Не так ли, да? То есть, после Б идет Б штрих, а в нашем понимании после Б идет С. То есть, С – это Б штрих тем самым. А Б штрих, по нашему определению, это Б без штриха плюс А. Не так ли, да? Вот. Соответственно, что такое Б? Б – это, опять-таки, предыдущая буква со штрихом. А предыдущая буква – это А штрих плюс А, соответственно, да? То есть, вместо Б я написал А штрих. А А штрих – это, собственно, А без штриха плюс А. Да, вот у нас какая-то буква со штрихом – это буква без штриха плюс А. То есть, мы в итоге пишем А плюс А плюс А. Правильно? То есть, С – это А плюс А плюс А. Также можно расписать Д. Это изначально С штрих, да? А С штрих – это С без штриха плюс А. Ну и дальше мы продолжаем так же, как для С мы писали, да? То есть, С – это, это Б штрих, да? Б штрих плюс А. А это, в свою очередь, Б плюс А плюс А. Так? И Б мы расписываем, что это такое. Это, соответственно, А штрих плюс А плюс А. А штрих – это А без штриха плюс А, да? Вот, соответственно, мы получили выражение для С, вот оно, и для Д, вот оно, да? Запомним их и продолжим на следующей странице. Сейчас перепишу еще раз. С – это А плюс А плюс А, а Д – это А плюс А плюс А. Вот. Ну и напишем, чему равна сумма С плюс Д, да? То есть, С плюс Д, соответственно, это А плюс А плюс А от С и 4А от Д. Вот. Теперь будем складывать. Значит, А плюс А – это что у нас такое? Это А штрих, правильно? По вышеуказанным определениям. Это А штрих. А А штрих – это что такое? Это Б. Так. Б плюс А – это что такое? Это Б штрих, правильно? И это же равно С. Соответственно, С плюс А плюс А плюс А плюс А. Ну, дальше аналогично продолжаем. С, С плюс А – это С штрих, который равняется, собственно, Д. А Д плюс А – это Д штрих, который равняется, собственно, Е. И так ли? Вот. Получаем мы Е плюс А плюс А. Е плюс А – это что у нас? Главное, не забыть порядок, да? Это Е штрих, который равен Ф. То есть, Ф плюс А. А Ф плюс А – это, соответственно, что Ф штрих, собственно, который равняется G. То есть, тем самым мы получили, что С плюс Д равняется G. Вот. Вот ответ на нашу задачу. Но как мы можем проверить себя здесь? Давайте все-таки прибегнем, так сказать, к нашему представлению о количествах. Вспомним, что наш порядковый алфавит, наши вот эти новые числа, да? Это все-таки порядковые какие-то числа, да? А, Б, С, Д, Е, Ф, Ж, да? И им соответствуют, собственно, обычные числа. Один, два, три, четыре, пять, шесть, семь, да? Ну, вот если, соответственно, С – это три, а Д – это четыре, то Ж – это семь. То есть, три плюс четыре равняется семи. Все верно, правильно? То есть, мы все правильно посчитали. То есть, С плюс Д – три плюс четыре равняется семи. Мы это проверяем количественными числами нашими, обычными, привычными нам числами. Вот, собственно, я хотел вам показать вот такие вот простейшие операции с порядковыми числами. Как бы здесь важна, прежде всего, сама концепция подачи порядковых чисел, то есть, в виде букв. Когда у нас нет никакого представления о количестве, мы решены вот этого нашего врожденного инструмента ощущения количества. Мы, как бы, от природы чувствуем количество. И, кстати сказать, это чувствует не только человек, но и многие животные, собственно, высокоразвитые животные ощущают количество. Даже известно, что птицы или великопитающие умеют считать несколько предметов, да? Вот. Но все это основано количестве. А здесь количества нет. Мы его, как бы, изначально убрали. Да? И мы формально рассматривали вот начало такой вот порядковой арифметики. Арифметики порядковых чисел. Вот в этой арифметике можно продвигаться, можно доказывать закон арифметики, то есть, сочетательный, распределительный, переместительный закон арифметики. Можно доказывать для сложения, для умножения, можно рассматривать возведение в степень. Но это все же достаточно сложные построения, которые, в принципе, наверное, все-таки имеют применение, в том числе, в программировании. То есть, вот это вот где-то самые-самые азы программирования. То есть, как бы, опять-таки, ячеистая система чисел, да? То есть, когда ячейка соответствует именно порядку где-то, и никакого количества изначально у вас нет. Потому что, собственно, у компьютеров нет никакого врожденного представления о количестве. То есть, это количество нужно еще запрограммировать. Как его запрограммировать? Вот, собственно, здесь начало этого процесса, так сказать, первые какие-то ростки. Вот. Можно поиграть в такие вот примеры, типа, С плюс Д. Можно взять какие-то другие буквы, попробовать, как их посчитать, да? Например, там, не знаю, Б плюс С или что-нибудь такое. Вот. И, соответственно, это может быть интересно ребенку. Опять-таки, это раздвигает, как бы, границы мышления, границы восприятия числа. Вот. И так или иначе, это готовит ребенка к символьной записи, потому что здесь мы работаем с буквами все-таки, да? Хоть мы здесь буквы, так сказать, несколько по-особому используем, но, тем не менее, это буквы. То есть, ребенок привыкает вот к этой множественности знаков, так сказать, к условности обозначений. Это все очень полезно для развития математических способностей. Я вам желаю успехов в занятиях с вашими детьми. Редактор субтитров А.Семкин